Активизировались сейчас мошенники и на другом направлении. Перед новогодними праздниками вырос спрос на красную икру. Выбор сейчас и правда большой, и цены порой значительно отличаются. Причем, зависят они не только от вида лососевых, но и от производителя. Однако, большая скидка на икру – это не повод бежать сломя голову к прилавку, а повод задуматься, почему вдруг, и присмотреться к написанному на банке. Там порой можно даже географические ошибки обнаружить, а внутри, под видом красной икры, может быть, не весь что. В этом убедилась моя коллега Наталья Семенихина. Посмотрите ее репортаж, чтобы не попасть в просаг. Вкройте и попробуйте. Здесь будет желатин, подкрашенный желатин. Не умничай, дюжи-то. Вы не оскорбляйте. А вы тоже оскорбляйте. Вы всех нас оскорбляйте. Воронеж, лоток, ценник от руки, заверения продавца. В соседнем магазине икра такая же, но по 300. На импровизированной дегустации бурные дискуссии. Из аргументов «за» «не нравится, не ешь» и ссылка на специфический органолептический анализ. Это когда на вкус и цвет. Ну что, как ощущения? Сейчас, полчаса подождем. Если не сдохну я, то нормально будет. На улицах Перми предлагают икру из Камчатской области. На банке так и написано. Хотя с 2007 года такого субъекта нет. Область вошла в Камчатский край. Неужели серьезный производитель не поправил адрес? На три баночки скидка. И люди возвращаются. Праздник скоро и края на стол. И в подарок кто-то интересуется, откуда. С базы отвечают продавцы. И вот, собственно, эта база. А вы где ее берете-то? Ну, привозят там, я не знаю. По адресам, указанным на банках, производители не найти. Телефоны молчат. В интернете гневные отзывы. Не пахнет рыбой. Противно пластиковое на вкус. Пришлось тупо выбросить в мусорку. Зато есть кадры оперативной съемки, как на Камчатке, уничтожают икру, перевозившуюся без каких-либо официальных бумаг. Которую до этого хранили или замурованные в стены заброшенных складов, или даже закопанные в землю. Помоги, помоги, помоги. И на складе, и сладка в Воронеже икру мы купили. Отвезли на экспертизу, что в банках чуть позже. А пока посмотрим, что на рынке в Хабаровске. На икру здесь спрос постоянный. Местные по многу не берут. Такая на развес долго не хранится. Для приезжих – ликбез. Смотрите, чтобы не было джуза. Это икорный сок. И нерху не ищите. Сезон прошел. Сейчас кижуч, горбуша. Вот документы. Сертификат соответствия и ветеринарная справка должны быть у каждого продавца, в том числе в интернете. Но, к слову, цены в Хабаровске не ниже московских. Я по телевизору рекламу увидела, что где-то в Москве 375 было. Сейчас подешевело 165. Но я думаю, что там икра ненатуральная. Такого не может быть. Может. В столичных магазинах акции мы взяли банки разной цены. Дорогая – сахалина. Дата изготовления – 10 августа. Это лучшее время – время нереста. Он с июня по октябрь. То есть выловили и тут же законсервировали. Подешевле икра из Московской области. Сделана в ноябре из сырья, вероятно, замороженного. Что подтверждает консистенция. Уж слишком жидкая. Следует понимать, что эта икра могла где-то промежуточно храниться. А следовательно, также увеличивается риск ее обсемененности. То есть в такой икре могут завестись дрожжи, могут при вскрытии обнаружены быть плесень. Ну и другие бактерии, которые негативно могут повлиять на здоровье человека. Одна плавает в джусе, другая очень соленая. На вкус эксперта обе не идеальные, но точно натурального происхождения. Лучше, конечно, брать в стекле. Так проще рассмотреть. А хранить, чтобы не писал производитель при легком минусе. Если ГОСТ – требования к икре жестче. Если первый сорт не просто лососевая, икра одной рыбы, и рыба должна быть указана. На воронежских банках надпись ГОСТ и место правильное – Сахалин. Вскрываем. Ни одной лопнувшей икринки. Но они и не лопаются, пружинят в руках. И нет глазков зародышей, яркой точки натуральной икры. Икра должна растекаться, мягко лопаться. Но тут как вам? Я бы на свой дилетантский вкус и цвет сказала, что это не икра. Не икра? Не икра. Не икра. Слово эксперта подкреплено делом. В данном случае – генетическими тестами. В первой банке было заявлено икра киты. И ДНК киты обнаружено не было. Во втором образце было написано, что это икра лососевых горбуша. ДНК горбуши в данном образце отсутствует. Из выявленного наверняка еще зашкаливающие консерванты – реальная угроза для аллергиков. Остальное можно долго исследовать, чтобы составить химическую формулу. Поэтому из всех возможных мест покупки эксперты настоятельно рекомендуют официальные торговые точки. Как показал наш эксперимент, и там сегодня есть икра по цене уличной. Но икра. Наталья Семенихина, Лилия Зорина, Дальмира Бирюкова, Денис Францов. Первый канал.